Ринги работали с утра до вечера, потому что собак много. Одни зрители восхищались силой и мощью крупных пород, других привлекала милота миниатюрных песиков. Эксперт из Казахстана Наталья Масалевича не говорит. В последние годы здоровых собак все меньше. И это грустно. Люди просто покупают модных щенков. Люди заводят породу, не зная, для чего она вообще была выведена. То есть вот какое-то время был бум на хаске. То есть люди не понимают, что собачка должна просто бегать, и больше не выведена она ни для чего. Люди держат их в квартирах, люди не занимаются физически. Собаки становятся более мелкокосными, собаки становятся более мелкогрудыми, слабыми по здоровью. То есть у собак мелких пород это идет очень сильная утрированность. То есть за счет вот этого бэби-фейса, за счет того, что мы хотим видеть кукольное выражение лица, мы теряем здоровье. В ожидании выхода в ринг собак прячут от жары под мокрым полотенцем, вычесывают, наводят марафет или отвлекают играми. Но как только четвероногий участник выходит на показ, меняется все. Взгляд, осанка, поведение. Полный зрительный контакт с хендлером. И понимание с полу жеста. Это месяцы подготовки и немалые финансовые затраты. Очень часто выставочные собаки очень любят этот процесс. Сами заражают этим драйвом хозяина. Первопричина все-таки в кураже, именно немножко в спортивном каком-то драйве. Выставки это действительно очень затратно. Я считаю, что 80% участвующих в выставке людей затраты не окупаются. Ну это просто удовольствие. Каждый хозяин хвалит своего питомца. Одному важны охранные качества, другой целенаправленно выбирал диванную собачку. Третьим нужен веселый компаньон для детей. А дело эксперта – увидеть в хвостатом участнике пригодного к разведению представителя породы. Мощь, красота. И не знаю, именно люблю крупных. Выбираем именно мальчика или девочку хорошую, чтобы было хорошее потомство. И да, чтобы стоящее было. В Мордовии и ближайших регионах бульмастив – порода распространенная. Ретриверов и цверкшнауцеров тоже с каждым годом все больше. Поэтому в рамках большой, всепородной для них организовали монопородные выставки. И наоборот, редкая в наших краях собака – ирландский волкодав. Одна в Саранске и одна в Пенде. Они очень интеллектуальные собаки, несмотря на название. Я всегда говорю, у них большая голова, большой ум. И они не столько дрессируются, а сколько, я называю это слово, социализация. То есть они с ними разговаривают, как с человеком, легко все понимают. У собаки-чемпиона абсолютно идеальные пропорции. Например, если угол плеча и лопатки правильный, то пес правильно двигается. И конечности работают гармонично. А объем грудной клетки покажет эксперту, здоровые ли у собаки сердце и легкие. Блестящая шерсть – тоже показатель здоровья. Но, пожалуй, сильнее блистали на солнце новенькие кубки в ожидании церемонии награждения. Мы рады видеть здесь на нашей выставке каждого нашего участника. Для нас это большой праздник. Мы очень тщательно выбирали подарки. Очень долго выбирали кубки. Даже тона розеток. Для нас это было очень важно, чтобы было все очень красиво. Чтобы наши участники были довольны. И на следующий год обязательно к нам вернулись. Потому что кубок флагмана теперь будет проводиться каждый год в Саранске. За новыми титулами в Саранск приехали 134 собаки. Чемпионов выбирали приглашенные квалифицированные эксперты. Но главное, что для хозяина собственная собака всегда лучшая. Олеся Плакиткина, Александр Труднов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин